Наши новости в эфире телеканала ИТВ. Здравствуйте! Какими событиями запомнился сегодняшний день моим коллегам? Вы узнаете прямо сейчас. Некачественная работа управляющих компаний, материальная помощь молодым семьям и вопросы здравоохранения Крыма. В столице прошло плановое заседание Совета Министров. Законопроект подразумевает выплату семьям, у которых после 1 января 2018 года родится первый ребенок. Порядка 20 тысяч родов за 5 лет. Сегодня перинатальный центр отмечает не только праздники новорожденных, но и свой день рождения. У нас есть планы для того, чтобы провести и ремонты зданий перинатального центра. Сотрудники ФСБ задержали гражданина Российской Федерации с крупной партией наркотиков. Спецоперация проводилась по месту жительства подозреваемого в поселке Ленино. Спецслужбы получили оперативную информацию и незамедлительно выехали на место, где обнаружили наркотики. Из незаконного оборота изъяли почти 17,5 граммов экстракта маковой соломы, 535 граммов прекурсоров, используемых для изготовления наркотических средств, а также более 100 единиц шприцев, внешние признаки которых свидетельствуют об их использовании после инъекции наркотиков. Кроме того, в доме найдены денежные средства на общую сумму почти 500 тысяч рублей, предположительно вырученный за счет сбыта наркотиков, а также револьвер марки «Сталкер» по внешним признакам, напоминающий огнестрельное оружие. Сейчас принимается решение о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей. В Симферополе прошло очередное заседание Совета министров. На встрече власти обсудили вопросы, касающиеся незаконной застройки охраняемых территорий. Детально узнали о проблемах, с которыми сталкивается Министерство здравоохранения, а также затронули тему материальной поддержки молодых семей. Все подробности в материале нашего корреспондента. Сегодня в республике зарегистрировано 118 управляющих компаний, из них 51% МУПы, оставшиеся 49% частной организации. В их обязанности входит обслуживание многоквартирных домов, это ремонт кровли, внутридомовых и инженерных систем, подвальных помещений, уборка территорий. С начала текущего года власти Крыма получили 8 тысяч обращений с жалобами граждан на работу управляющих компаний. Это на 30% больше, чем в прошлом году. В основном люди недовольны качеством оказываемых услуг, тарифной политикой, а также нецелевым использованием финансов. В пятницу будет проведено расширенное совещание с главной администрацией, с управляющими компаниями. В пределах поставлена четкая задача, что мы должны сделать до конца года. Инспекция уходит на проверки тех злостных нарушителей, которые на сегодняшний день просто не реагируют на никакие жалобы. Надо подключать прокуратуру, надо советовать, давайте включайтесь. Процесс работы борьбы с управляющими компаниями. В данном случае, поскольку зачастую жалобы такие, что люди сдают деньги регулярно. Компания, управляющая, деньги используют нецелевым способом, куда-то отправляют на другие цели нужды. У людей лифты, вот это вот, что была, то есть, что вы готовы, всякие жалобы. Второй, не менее важный вопрос – застройка территорий с особой ценностью. Постановлением Совета министров республики принято решение о создании в муниципальных образованиях Крыма свыше 120 таких зон. Самое масштабное организовано в Ялте. В пределах указанных территорий запрещается строительство капитальных объектов, а также реконструкция зданий, которая может затрагивать архитектурный облик недвижимого имущества. Власти подчеркивают, отныне возводить многоэтажные особняки под видом эллингов не удастся. Наконец-то мы формализовали понятие ряда объектов, которые до сих пор отсутствуют, в том числе в Минуссвейском полиции Российской Федерации. Наконец-то мы определили критерии, что такое гаражи. И теперь под этики и названием гаражей не будут строиться многоэтажные дома. Гаражи, которые имеют ограничение в высоте 16 метров. То есть это 4-этажные полноценные дома. Вот эти гаражи, соответственно, мы не пропускаем, приглашаем каждого, чтобы провести визуальную оценку. Помимо этого в республике ведется активная работа по переоформлению земельных участков. Несколько лет назад около 60 тысяч решений в Крыму не были дооформлены. Сегодня порядка 20 тысяч из них остаются в работе. С целью недопущения нарушений в сфере земельного законодательства была проведена работа по нормативно-правовому регулированию. В праве того подготовлено изменение постановления номер 313 в части осуществления уполномоченным органом местного самоуправления проверки и реализации решений разрешения для разработки документации на предмет принятия решений и подтверждения документации по землеустройству и проекта отвода. В случае, если не нарушительный собственник повторно обрешается за предоставление ему решения порядка дооформления. Такие случаи имели место, и в настоящее время восхищено большого количества уголовных сделок на данный факт. То есть дважды человек приходит за направление земельного участка. Анна Анюхина также добавила, в ближайшее время не во всех муниципальных образованиях может быть утверждена градостроительная документация. В связи с этим поступило предложение продлить эту работу до 1 июня 2018 года. Также на заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся здравоохранения Крыма. Как отметил профильный министр Александр Галенко, сегодня в Республиканский центр медицины и катастроф входит 7 станций скорой медпомощи и 36 подстанций. Отделение экстренной помощи оснащено 15 реанимационными автомобилями класса С. Функционирует санитарная авиация. Несмотря на должное техническое оснащение, существует ряд проблем, которые затрудняют работу сотрудников скорой помощи. Александр Галенко отметил, а в администрации муниципальных образований был отправлен перечень проблемных мест, которые препятствуют проезду карет скорой помощи. По мнению Сергея Аксенова, проблема должна быть решена в режиме протокольного поручения. Также с докладом выступила министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская. Тема сообщения – материальная помощь молодым семьям. Законопоряд подразумевает выплату семьям, у которых после 1 января 2018 года родится первый ребенок. Либо семья после 1 января 2018 года будет усыновить первого ребенка. Данная выплата будет производиться за счет средств федерального бюджета на ребенка в 2,5 лет. При этом это не касается основной выплаты пособия на ребенка, это дополнительная еще выплата. Размер такого пособия будет составлять в сумме размера прожиточного минимума, который установлен за второй квартал предыдущего года в соответствующем субъекте. В Крыму он составляет 10 487 рублей. Как отметила Елена Романовская, это половина от средней заработной платы по республике. Ожидается, что в следующем году на свет появится более 8 300 крымчан. Порядка 8 тысяч семей смогут рассчитывать на дополнительную материальную помощь. За назначением пособия людям необходимо обращаться в органы соцзащиты. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Симферопольская администрация подвела итоги работы за год. Среди наиболее важных вопросов для обсуждения стоимость продуктов, решение проблемы несанкционированной торговли, а также уборка городских улиц и придомовых территорий. Подробнее расскажет Никита Егоров. В Симферополе проживает более 300 тысяч человек. И каждому необходимо обеспечить комфортные условия получения всевозможных услуг, в том числе продуктов питания. В столице находится треть всех торговых объектов Крыма. Работу такого количества магазинов, рынков и павильонов необходимо контролировать, ведь товары народного потребления должны быть доступными всем. Это является одним из основных направлений работы администрации Симферополя. Насыщение потребительского рынка продуктами питания по экономически обоснованным ценам является одним из приоритетных направлений реализации государственной политики в сфере торговой деятельности. Специалистами Управления торговли и бытового обслуживания проводится постоянное отслеживание ценовой ситуации в городе путем мониторинга 40 важнейших продовольственных товаров на 12 объектах торговли. Чтобы лучше контролировать ценовую политику и доставку продовольствия различных торговцев, администрация города подписала с ними меморандум, который регламентирует бесперебойные поставки продуктов во все магазины города. Кроме того, особое внимание администрация уделяет тем, кто торгует без разрешения. Созданы мобильные группы по пресчению ликвидации несанкционированной торговой деятельности на всей территории городского округа. На сегодняшний день массовая стихийная торговая по вышеуказанным адресам пресчена. Так, департаментом АТК вперед с 9 января 2017 года по настоящее время было проведено 523 рейда по выявлению пресчения несанкционированной торговой деятельности. С начала года комиссия в ходе рейдов по республиканской столице подготовила почти полторы тысячи административных протоколов за несанкционированную торговлю. По ним выписаны штрафы на сумму более 11 миллионов рублей. Для сравнения, во всем Крыму за тот же период было выписано почти 3800 протоколов. Однако, даже несмотря на тревожные цифры, ситуация со стихийной торговлей налаживается. Часть нарушителей приняли предложение администрации и стали законно продавать свои продукты на рынке. Также за годовую работу отчитались и в департаменте городского хозяйства. Проведены работы по обрезке деревьев в сквере 203 Симферополя, на проспекте Кирова, улице Севастопольская, улице Киевская, улице Александра Невского, улице Карломаксо. Произведем снос аварийных сухостойных деревьев согласно полученных поробочным билетам. В парке имени Гагарина, сквере Хацпо Крейзера, Войковского, Куйбышева и улице Чернишевского. Ведомство активизировалось перед зимним периодом. До начала заморозков рабочие вывозят твердые бытовые отходы и случайный мусор на улицах, убирают листву и приводят в порядок фасады многоквартирных домов. Также сейчас симферопольские власти очищают от грязи и мусора 160 городских дорог. Никита Егоров, Петр Куцый, Служба новостей и ТВ. Сегодня по всей стране отмечают государственный праздник – День Конституции Российской Федерации. В столице Крыма власти поздравили своих граждан с памятным днем и вручили благодарности тем, кто трудится на благо России. Также внимания удостоились и юные жители Симферополя. Они получили свои первые паспорта. Подробности далее в сюжете. День Конституции отмечается ежегодно 12 декабря. В 1993 году всенародным голосованием в нашей стране была принята Конституция Российской Федерации. Это основной закон государства, который является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Со знаменательным днем крымчан поздравил председатель Государственного совета Республики Владимир Константинов. Он вручил благодарности за доблестный труд и успехи в профессиональной сфере, а также рассказал о значимости праздника. Убежден, что крымчане прекрасно сознают свою гражданскую ответственность за положение дел в стране и не раз еще покажут образцы высокой правовой культуры и гражданской сознательности. Дорогие друзья, в этот памятный день мы особенно остро ощущаем, насколько это здорово жить в стабильном, правовом, справедливом государстве вместе со своими соотечественниками, кровными, духовными братьями и сестрами. С праздником, дорогие друзья! Среди обладателей благодарности совершенно разные люди. Работники полиции, учителя, художники, сельхозтруженики, многодетные семьи и многие другие. Благодарность за свою работу приятно получить любому человеку, особенно когда знаешь, что выполняешь ее ответственно и добросовестно. Поздравления продолжились в Совете министров Крыма. Глава республики поблагодарил участников за их трудолюбие. В такие торжественные дни мы по традиции награждаем тех людей, чьи заслуги перед республикой, перед государством. Сегодня отмечены и выделяются из общего ряда. Хочу поздравить вас всех с праздником, пожелаю успехов. Сказать вам слова благодарности и уважения тем, кто присутствует в этом зале за ваши огромные труд колоссами, направленные на развитие республики Крым как субъекта Российской Федерации. Также глава республики не обошел стороной подрастающее поколение. Юным школьникам торжественно вручили их первые в жизни паспорта. Для меня это большая честь стать официальным гражданином Российской Федерации. И у меня большая благодарность за то, что мне предоставили возможность получить паспорт от Сергея Валерьевича. Возможность чувствовать себя немного взрослее и поступать уже по-взрослому и делать взрослые поступки. В свою очередь гости мероприятия поблагодарили за оказанную честь и внимание. Анна Волина, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Пока в других регионах страны перинатальные центры только открываются, в Крыму он активно функционирует. Здесь принимают осложненные роды и встречают на свет новорожденных. За последние годы благодаря центру в Крыму повысились показатели выживаемости недоношенных детей. А сегодня здесь отмечают не только достижения, но и пятый день рождения. На праздники побывали наши журналисты. Ежедневно в этом здании дни рождения. Здесь встречают новорожденных крымчан. А сегодня перинатальный центр отмечает свой праздник – пятый день рождения. Для каждого сотрудника дата особенная, ведь за эти годы им пришлось пройти непростой путь. Все было впервые и вновь. Но, тем не менее, за эти пять лет перинатальный центр испугал на ноги, окреп, и уже уверенно шагает по нашей эмшерской жизни. В регионах России перинатальные центры постепенно открываются. Крымский – один из опытнейших. Здесь принимают осложненные роды по медицинским показаниям, а доставляют роженец теперь не только на автомобилях, но и с помощью вертолетной санавиации. В центре отмечают хорошие результаты по выхаживанию новорожденных от 500 граммов. Благодаря этому крымские показатели выживаемости недоношенных детей за последний год стали выше среднероссийских, комментирует министр здравоохранения. И говорит о том, что задумано на будущее. У нас есть планы на то, чтобы провести и ремонты зданий перинатального центра, потому что за пять лет мы видим сейчас, что кое-что было недоделано. Также в перинатальном центре и роддомах появится новое оборудование, заявляют в Минздраве Республики. 20 тысяч родов за пять лет – это серьезные результаты. Не зря рожать своих малышей будущие мамочки хотят именно здесь. Анастасия Донская, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. А мы продолжаем эфир. Смотрите во второй части выпуска. Объем доходной и расходной части республиканского бюджета увеличены на 5 миллиардов рублей. Министр финансов республики рассказал об основных параметрах бюджета Крыма на 2018 год. Мы планируем, что у нас после 2020 года будет уменьшение безразмерных наступлений. Что мы, вот эти наши глобальные стройки, которые у нас сведутся в настоящее время, что они уже закончатся. Крымские судебные приставы поддержали всероссийскую акцию по приему граждан в День Конституции России. Впереди нас ждут длительные новогодние и рождественские праздники. И поэтому правильно было бы поступать предусмотрительно. Министерство финансов республики готовится представить проект бюджета Крыма на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов во втором чтении Государственного совета. Как отметила профильный министр Ирина Кивико, по итогам анализа расходов с 2015 года по 2020 отмечен рост расходной части бюджета более чем на 100 миллиардов рублей. Несмотря на это, министерству удалось сформировать бездефицитный бюджет. Общие доходы бюджета в 2018 году составят 174,7 миллиарда рублей. Из них налоговая и неналоговая часть – 43,3 миллиарда. В таблице показателей также значатся безвозмездные поступления – это федеральные средства, перечисляемые в республиканский бюджет. В следующем году по ним Крым получит 131,4 миллиарда рублей. К слову, суммы будут увеличиваться. Таким образом, в 2019-м это 142 миллиарда, а в 2020-м – 150,3. Показатели связаны с выполнением федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики». Основные расходы. Традиционно основные расходы, конечно, национальная экономика – 76,3 миллиарда. Я расскажу потом более подробно, что входит в эту отрасль. Образование – 32,3 миллиарда, 18,5%. Социальная политика – 22,4 миллиарда или 12,8%. И здравоохранение – 12,2 миллиарда или 7%. Жилищно-коммунальное хозяйство – 15,7 миллиардов, 9%. Культура и кинематография – 5,7 миллиардов, 3,2%. Ирина Кевико также добавила, на общегосударственные вопросы будет выделено 3,5 миллиарда рублей или 2%. Этот пункт подразумевает обеспечение деятельности органов государственной власти, резервный фонд Совета министров республики, а также проведение работ по повышению уровня безопасности архивов, Так как из вышеуказанного перечня самые крупные расходы связаны с развитием национальной экономики, то большую часть из выделенных средств составляет федеральный бюджет – 59,8 миллиарда рублей. Из них 38,2 будут выделены на дорожное хозяйство. Это строительство трассы Таврида, это Дубки-Леватки, это Симферополь-Ефпатория. Развитие водного и лесного хозяйства – 8,7 миллиардов. Общеэкономические вопросы – 2,2 миллиарда. Развитие топливно-энергетического комплекса – 7,7 миллиардов. Сельское хозяйство – 2,5 миллиарда. Комплексное развитие туристских территорий, что очень важно для Крыма. Эта сумма составляет 6,2 миллиарда. Мероприятие по созданию объектов аэропортовой инфраструктуры – 2,1 миллиард. По словам Ирины Кивико, часть неналоговых поступлений в бюджет составят вырученные деньги от продажи республиканского имущества. Речь идет о четырех или пяти санаториях, в том числе на южном берегу полуострова. По итогам данной работы сумма дохода составит 3 миллиарда рублей. Что же касается планов на будущее, то после 2020 года жизнь в республике изменится. Мы планируем, что у нас после 2020 года будет уменьшение безразминных поступлений. Что мы, вот эти наши глобальные стройки, которые у нас ведутся в настоящее время, что они уже закончатся. И мы уже войдем в такой текущий режим жить под тем средством, которое мы зарабатываем. Потому что у нас уже не будет таких больших капитальных вложений, связанных с тем же строительством трассы Таврида, мостом, переходом и так далее. Для того, чтобы быть готовым к грядущим переменам, Министерство финансов Республики уже сейчас закладывает рост собственных налоговых и неналоговых доходов до 2030 года по прогнозу социально-экономического развития. Ирина Кивику отметила, необходимо добиться увеличения республиканского заработка и снижения безвозмездных поступлений. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. В День Конституции России в администрации Симферополя дети получили первые в своей жизни паспорта. Главные документы гражданина вручал столичный глава Игорь Лукашев. Из рук градоначальника в торжественной обстановке паспорта получили 10 школьников Симферополя. Кроме этого, в подарок каждому досталась и Конституция Российской Федерации. Подобные мероприятия уже стали традиционными для городских властей. Мероприятие очень важно. Мы вручаем паспорта молодые люди, девушки, которые сегодня вступили в взрослую жизнь. Мы стараемся это делать в зале торжественно, в присутствии родителей, чтобы понимали важность момента. Я им всегда говорю, кроме ваших прав, в такие моменты вступают сегодня ваши обязанности перед всеми. В День Конституции Российской Федерации судебные приставы Крыма поддержали акцию по приему граждан, которая проходит по всей стране. С полудня до восьми часов вечера сотрудники ведомства внимательно выслушивали всех, кто просит помощи в решении проблем. В последние недели 2017 года судебные приставы Крыма работают максимально активно. Проводят мероприятия по изъятию долгов и аресту имущества, помогают муниципалитетам в их рейдах, а также принимают граждан. Практически весь день они посвятили тому, чтобы постараться помочь крымчанам в решении их проблем. В этот день управлением Федеральной службы судебных приставов организована работа по приему граждан во всех районах нашей республики и городах, всеми должностными лицами управления. Это проводится целью обеспечения в данный день большей доступности граждан к разрешению тех проблемных вопросов, которые у них накопились. Только к главному судебному приставу записалось 6 человек. Однако, несмотря на занятость, он принимает всех, кто приходит к нему за помощью. Его примеру последовали и непосредственные подчиненные, заместители и главы отделов. Первое, либо вы подойдете, допустим, через неделю ко мне на прием, если вам это будет удобно, либо мы направим вам письменный ответ. Сейчас отдел по городу и в Патуре мы дадим им указания, какие действия необходимо провести. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов стараются помочь каждому. В одних случаях для решения проблемы нужно лишь отправить несколько писем, в других – подключать к работе коллег. Однако, лучший способ оставить свою совесть чистой и обойтись без судебных разбирательств – отслеживать задолженности и иски. Впереди нас ждут длительные новогодние и рождественские праздники, и поэтому правильно было бы поступать предусмотрительно, проверив на предмет отсутствия задолженности по исполнительным производствам. Лучше оставлять долги в старом году, не тащить их в новую, такова русская традиция, я думаю, каждый это поддерживает. Проверить, есть ли за вами долги перед государством, можно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Никита Егоров, Петр Куцый, Служба новостей и ТВ. 36 кадет из Симферопольской школы лицея номер 3 имени Макаренко приняли присягу. Первый кадетский класс Следственного комитета в Крыму сделал свой выбор – нести с честью и достоинством почетное звание, прилежно учиться и быть патриотом России. Кто поздравил будущих следователей и какие обязанности появились у кадет. На торжественной церемонии присяги побывала наша съемочная группа. Они недавно перешли в восьмой класс и уже надели форму следователя. 36 ребят из школы лицея номер 3 имени Макаренко стали первыми кадетами Следственного комитета. Сегодня у них торжественный день принятия присяги. Все переживают, события ответственные. Если я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровое осуждение товарищей или лишение звания кадета. Толя Ходзинский уже понимает, какие обязанности у него появились. Клятва кадета – не просто слова. Парень принял решение, что свяжет свою профессию со следствием. Прилежно учиться, быть верным идеалам кадетского братства, свято беречь и приумножать традиции кадет. Ты уже, можно сказать, служишь России, будешь служить России после принятия торжественной клятвы. Форма, погоны кадет, шевроны Следственного комитета украшают не только мальчишек, а не к лицу даже девочкам. Ты должен определиться для себя, что тебе нравится. Я еще, конечно, не определилась со своей будущей профессией, но направление Следственный комитет мне пока что нравится. Кадетский класс отличается от остальных не только тем, что ученики носят форму. Ребятам преподают правовые основы, базовые знания следователей. У них есть страивая подготовка. Ребят учат маршировать. Возможно, в будущем они пополнят ряды следственных органов. Если человек дает клятву, он готов и обязан нести ответственность за свои слова, поведение и поступки. Товарищи кадеты, будьте достойными гражданами нашей Родины, будьте ее верными защитниками. Прибыли поздравить кадет и гости из Крымского Совмина, Госсовета, а также руководство администрации Симферополя. Вам хотел пожелать стойкости, дисциплины и, самое главное, любви к Родине и патриотизму. Будьте всегда патриотом Великой России и Крыма. Наиболее активно кадетское движение развивается в столице республики. В Симферополе приняли решение, что с началом каждого учебного года в школах будет становиться больше кадетских классов. Анастасия Донская, Евгений Стариков, Служба новостей, ИТВ. Это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. Оставайтесь на телеканале ИТВ. Я прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова